Галури бадиха и мастюдовского фрэнс. Вот на днях великий придворный шут, императорский наследственный шут Олег Ефремов совершил убийство. Находясь на своем автомобиле, якобы один ехал, но факт тот, что, как говорится, в дым пьяный и плюс еще наркота. Что тут сказать, разобрать этот надо случай с точки зрения Пифагора нам для того, чтобы излечь какие-то уроки для себя и для будущих людей, для потомков. Вот у него от пяти жен шесть детей, трое девочек, трое мальчиков, двое уже артисты. Вот Никита, по-моему, артист, там еще один артист. Вот таким образом. Наследственную, кто у него, артистка Покровской, Алла Покровская, кончина которой в прошлом году, где-то летом она скончалась, в 19-м году, и явилась, возможно, вот причина его сдвига по фазе, потому что они были с матерью, как бы, говорится, заодно. И, ну, как бы опоры, последний опор решился, потому что отец скончался в 2000-м году, сразу же после смерти матери он не выдержал и тоже пошел туда. Ну, мы знаем, что, что такое пьянство, это наследственная черта, фамилия черта Ефремов, да? Это мы знаем, что Ефремы – это колено Израилева, да? Ефремы. И что пишется, допустим, в Ветхом Завете про Ефремлян. Ну, сам отец-то он, там помнишь, смордвой, но неважно, фамилия-то осталась Ефремов, да? Исход, 28-я глава, 1-й стих. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увязшему цветку красивого убранства его, убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. То есть, надо сказать, что эта черта, такое пьянство, она отразилась даже в Библии. Мы должны посмотреть все это с точки зрения Пифагора. Ну, сначала, может быть, мы его характер немножко опишем более подробно, с тем же самым, с применением восточных каких-то календарей и друидских. Ну, начнем, допустим, с восточного календаря. Он родился в 63-м году, это год кота или кролика, да? Ну, кот, понятно, кот. Опять жен, да? Пижон. Голубой, водяной, по восточному календарю, ну, понятно, да? Олицетворяется спокойный человек. Ну, он довольно-таки спокойный, да? Всегда падает на лапы, да, много с ним было случаев, но он всегда падал на лапы. Счастливец, одарен, в меру честолюбив, приятный компаньон, скромный, сдержанный, утонченный, добродетельный. Все это знает, хорошо говорит, умеет ценить себя, но во множестве достоинств есть один недостаток. Кот, хотя небольшой, но от этого очень, ну, не менее важный. Кот поверхностный человек. Его лучшие качества поверхностные. Он любит общество, и общество любит его. Обожает светские собрания, иногда сплетничает, но делает это тонко, тактично и осторожно. Любит принимать гостей. Дома у него все сделано с уточенным вкусом. Светский человек. Некоторые бы его назвали снобом. Он педантичен. Обычно он не выходит из равновесия, спокоен, невозмутим. В нем больше сентиментальности, чем настоящей чувствительности. Небольшая личная неприятность расстраивает его больше, нежели великие беды. Ну, вот она, личная неприятность, его настигла. Ну, она настигла в прошлом году со смертью матери, да? Война и голод также в мире трогают его мало в том случае, пока лично его не страдает от этого. Ну, фактически, вот эта вирусная война, она на него тоже повлияла. И он как под воздействием пружины по сигналу Собянина помчался на машине. Так же, как тот директор завода, который начал стрелять из ружья. Но страдает он так сильно, что может не выдержать. Вот сейчас ему страдануть придется. Вот его взяли уже отмазывать на психиатрическую экспертизу. Ну, отмажут, конечно, потому что, ну куда там, это же дитульная нация. И колено Ефрему, куда деваться. Тем более придворный шут. Вот, как очень правильно, вот прямо у меня мысль вчера озвучила Мария Баченина. Вот там есть какой-то Мордан этот, вот она там сопровождает этого Мордана. Вместе ведут передачу. Раньше вела Дана, там еще какая-то Фредериксон, но она не выдержала это рычание этого Мордана. А вот Мария Баченина пока выдерживает, но тоже, видимо, скоро она от него откажется. И вот, значит, она вчера мысль сняла мою, озвучила в том, что назвала его Пушкиным. То есть это придворный Пушкин. Ну, это действительно так, потому что и Пушкин тоже там писал против царей и все такое прочее. А одновременно был стукачем и вот этих закладывал тех же друзей, с которыми он выпивает. И диссидента всех сдает он этому царю. Как он сдал всех вот этих декабристов, да? Вот Мария Баченина очень проницательная женщина оказалась, но она же Черевухина. К тому же довольно, значит, мне понравилось, как она его раскусила, этого кадра. Кот по незначительному поводу может заплакать, но быстро утешится. Кот консерватор, он недовидит все, что может поколебать его жизнь, все, что может вызвать осложнение. Вот больше всего он стремится к комфорту и безопасности. Не предпринимает ничего, не взвесив заранее. Ну, это правильно, когда он в трезвом состоянии. За эту осторожность люди восхищаются и доверяют ему. В финансовом положении он всегда будет счастлив, ловок в делах. И кто подписывает контракт с ним, не прогадает. Он добьется успеха в торговле, может быть юристом, адвокатом, нотариусом или дипломатом, при условии, что его жизнь не подвергнется риску. Ласково, служивая с теми, кто его любит, он легко разлучается со своими близкими в пользу друзей. У него нет чувства ответственности перед семьей. И часто он относится к своим родным и детям, как к чужим людям, предпочитая друзей по собственному выбору. Ну, в компании любят сидеть, понятно, там выпить, закусить и побалагорить. У кота будет спокойное существование в течение трех фазов жизни, если он не встретит исключительных ситуаций, драматических событий, неопределимых препятствий. Вот сейчас у него оно есть. Войны, революции, катастрофы – это не его дело. Ему не нравится быть противником. В Азии не доверяли котам. Они говорят, что это колдуны, превращаются в котов. В Европе их сжигали заживо, обвиняя в сговоре с дьяволом. Но, видимо, столь плохая репутация не очень заслужена. Египтяне, например, наоборот. Котов почитают как богов, а бог – колдун или человек, в его взгляде есть что-то мистическое. Его видимой слабой живет, может перерасти в опасную силу. Он яркий индивидуалист, обладает яркой индивидуальностью, талантов и честолюбив. Добродетельно сдержанно отличается безукористым вкусом. Бывает, общее восхищение вызывает, материальное состояние складывается удачно. Ну, правильно, потому что его, как представитель национальной нации, он каждый год по 4-5 фильмов участвует, дают ему роли. Некоторые ждут годами роли, а ему по 5-6 ролей в год в хороших фильмах и сериалах дают на протяжении очень многих лет. Плюс театры. Эти люди любят посплечничьи, но при этом тактичны и не злы. Нежны тем, кто его любит, но ближайшим родственникам редко привязаны. Почти никогда не выходят из себя, обладают прекрасными деловыми качествами, добросовестны и обаятельны, хотя иногда бывают педантичны, проявляют склонность к нелаколии. Из них могли бы выйти отличные игроки, но они играют редко, будучи людьми консервативными и осмотрительными. И вот в год кроликов родились и поэты, и Светлов, там Оренбург, Симонов писали тоже стихи, ну и другие, там Жуковский и писатель Скотт, и все другие великие такие люди. Но другие да говорят, что загадочные эти люди, загадочные, неоткровенные с близкими людьми, и обычно ставят их перед совершенствованием фактом. Да, вот все, я попался. Подобная жизненная позиция имеет свои плюсы. Она всегда берет то, что ей принадлежит по праву, то есть он всегда берет то, что ему принадлежит. Терпелив и способен на ожидания, но слишком длительные неизвестности не любит, и предпринимает все силы для выяснения ситуации. Различные сомнения приводят к стычкам с окружающими и тренингами с начальством. Ну да, он любит критикнуть. И болячки липнут к людям этого знака, здоровье для него должно было быть на первом месте, иначе болезни станут хроническими, ну вот как вот алкоголизм и это наркомания. Но с другой стороны, сейчас очень многие, как говорится, которым дар это не дано быть артистического и писательского, дара не дано, но они подогревают себя вот этими наркотиками для развития вот этих, как говорится, барматуху эту пьют, который начал еще, Лубянка начала спаивать барматухой этой и своих вот людей, чтобы они талантливые вещи писали по заказу коммунистической партии. Скажем, вот они барматухой этой Высоцкого кормили, потом Пугачеву, и они талантливые песни писали, но немного мрачноватые они. Также и вот такой вот типа сатанинский талант и обретается с помощью наркотиков. Также многие лондонские писатели и всякие, все они подогревали себя этим опиумом, да, и другими всякими наркотическими средствами. Также и Ефремов последний пристрастился, и у него прям фонтан попер вот этих стихов критических против там даже Путина, Медведева и все такое прочее против системы. Ну, это вызвано вот этими подогревающими средствами. Сразу же в них вселяется вот этот вот талантливый бесенок, и он начинает ими работать. Только самые близкие люди знают, как он в сущности чувствительный, способен разочаровываться. Поэтому, как ни старается, он это скрыть, он пессимист. Ну, в общем, дипломатичный довольно он, гармоничные отношения с другими может выстроить, но эти достоинства реже проявляются в собственном доме. Здесь он насчет удовлетворения потребностей в независимости, не любит себя чувствовать связанным, не любит ограничений, связанных с обязанностью, наручает его домашние. Несмотря на то, что он всегда подчиняется своему долгу. Ему не чуждо чувство ответственности, но не всегда вызывает в нем хорошее настроение. Жизнь в браке с ним нелегка. Ну да, пять жен-то они не зря-то сбежали, это четыре жены, это сейчас пятая, пятая, не знаю, что там ей достанется. Ну, от пятой у него трое детей, а от четырех предыдущих трое только, да? Любит детей, ну, хорошо, и связанных с ними с большей надеждой. Ну да, все они пошли тоже в клоун, все наиболее сложные вопросы умеют объяснить им просто и ясно. Дети приносят ему в жизни наибольшую радость и удовлетворение. Он не является материалистом, но часто неплохо зарабатывает. Ну, правильно, потому что столько ролей никто не получает, как он. Его интеллигентность и живые смышли высоко ценятся начальством. Ну, правильно, его нигде не зажимали. Несмотря на вот эту критику, все понимают, что он просто вот такой, типа, клоун-провокатор, да? Чертые, рожденные под знаком Жасмина, критические умы, интеллигентность, соединенные с фантазией и интуицией. Вот это вот то, что мы можем сказать про него с помощью календарей различных. Но что подсказывает нам, значит, Пифагор, мы сейчас посмотрим. И откуда корни-то растут его, этого пьянства, да? Вот он, Михаил Олегович. Ну, по календарю как бы 10-го, но надо еще 11-й проверять, правильно? 10-го ноября, 11-го месяца, 63-го года, год кота. Ну, вот оно, вот 10-е. Генеральский характер, нет, он не обнаруживается в нем, генеральский характер. Ну, и также он не является батарейкой для этих сил. Особенной батарейкой не является, потому что достаточно хитер. И сумма у него такая маленькая не может быть. Он все-таки талантливый, стишата сочиняет. Под воздействием, правда, наркотиков, но все-таки. И вот, значит, 11-й. Да, скорее всего, он после вечерней 12-го родился. Здесь у него сумма 14. Ну, критическая небольшая. У него дельта плюс 6, но мы же приводим. Больше 6 не может быть, больше 5 не может быть. Поэтому это 6 как минус 1 ему засчитывается. Поэтому это критик. Плюс, смотрите, вот эти две двойки. Это, возможно, и явилось его судьбой-то, да? Пропущенной судьбой. За что он и страдает. Ну, это чисто рептилоид, конечно, естественно, да. Хотя здесь вот он был бы человеком, правда? Но этого не получается. Почему? У человека здесь по семье все в порядке. Четверка. И у него была бы одна жена, да? А здесь вот по жене сомнения, троечка. Здесь все правильно совпадает. Ну, и как особенно юмориста в нем нету, это пессимист, одна девятка, да. И юмор он такой выжатый, саркастический. Плюс стремление к деньгам, конечно, вот много ролей, вот, да, перебирает. И плюс вот эта скупость, как говорится, жадность, это, да, три вот этих тройки. Ну, и в то же время эти три тройки с пятеркой позволяют ему, как бы, математически составлять вот эти стихи. Алгоритмически. Собирательно. Используя вот эту свою начитанность. И кто же у него родители? Вот, ну, родители это Олег, конечно, Николай Чайфриевов. Это, как говорится, мордвоеврейка и евро-мордвин, да? Евро-мордвин. Ну, у него тоже тут два варианта, мы рассматриваем. Первый десятого, да, двадцать седьмого года. Или второго десятого. То есть, ну, здесь зря я двойку. Второго десятого, двадцать седьмого. Обшибка. Или первого десятого, или второго десятого. Вот, как можно тут сказать. Если бы было второго, да, то у него была бы, конечно, порядочность по семье пятерку. Но у него тоже три жены. Поэтому вот здесь вот, скорее всего, вот этот угла шарик. Сумма двенадцатая, такая уж большая, да? И дельта ноли, вот охранитель всех таких вот пьяных выкрутас. И плюс вот это вот меняет всё время партнёров по пьянкам, по своим. Троечка по привычкам. Ну, и здесь он прямо явно рептилоид. А здесь он бы не был рептилоидом. И был бы человеком, была бы у него тоже одна жена. И был бы он почти революционного характера. И духовно был бы, высокодуховный человек. Но это не так было. Это мы знаем. Вот он бесхарактерный, да, совершенно бесхарактерный человек, который на поводу своих страстей полностью жил, под управлением своих страстей. И ведь, да, юморист он был, конечно, юморист. Чему покорял он девушек, многочисленных любовниц. Вот такой вот у него папа, да, лошарик. И вот мама. Тоже вот у неё, значит, здесь, какого она, восемнадцатого или девятнадцатого сентября тридцать седьмого года. Ну, эта выдающаяся мама, она в сентябре родилась, она Покровская, дочка великого оперного режиссёра Покровского. Четырежда лауреата Сталинской премии, кстати говоря. Там почему Сталин любил в Большой театр ходить. И вот откуда у Ефремова сумма-то четырнадцать от мамы. У неё по обоим вариантам сумма четырнадцать. Ну, вот критический, большой критический ум. И вот эти три троечки у него, это от мамы. То есть любой день возьми, и влияние всегда вот на вот эти дни рождения у мамы одинаковое. По три. То есть в основном сыграли мордовские корни. Мордовская генетика, она сюда сказалась. Мордовская. А мама одинаково вложила. Кстати говоря, почему они долго прожили с Ефремовым Покровской? Потому что, вот если, видите, тоже она была, была шарик, если бы она родилась с девятнадцатого. То есть характеры у них достаточно близкие характеры. Почти близкие, поэтому они и сошлись. Вот единственное, что треугольничек материн из нулей, у него перешел только вверх, вот у Ефремова, да? Вверх треугольничек перешел. Ну, что можно сказать? Мать, да, мать это бык. Она в год быка родилась. И очень она к знаниям, жадное дознание, и аналитический ум большой. Ну, прекрасный человек. Плюс она еще по характеру генерал, да еще и бык, и сумма четырнадцать. Ну, это человек такой государственный. И родитель-то ей, сам Покровский-то, он запрещал идти в это театрально. Она с детства прямо липла к этой сцене и все такое прочее. Какое-то у нее было непослушание тоже. И она поступила в начальный филологический факультет, а потом все равно она в ООО-студию в ХАТ поступила там и все такое прочее. В театре современной ХАТ работала 47 лет. Ну, естественно, там что у них, то выпивка у артистов, она в порядке вещей, поэтому она, ну, на женщин сказывается сильнее. Плюс к тому, что как она бык, у них бывают приступы гнева, ну, до невозможности. Это как вот красную тряпку покажи, и бык бросается. Также и здесь бывают моменты, когда, ну, и плюс, если этот гнев не подавить, как-то его не снивилировать, то это все, конечно, отражается на печень. Прежде всего, да? Вот эти взрывы гнева. Ну, а этих взрывов Олег Николаевич, он подавал много поводов для этих, вот таких вот эмоциональных отношений, которые могли сказаться на ее вот эту печень, которую невозможно было уже лечить и переливать кровь невозможной. И от общего сердца она в 2019 году, в прошлом году, ну, примерно так год назад она и скончалась. Может, годовщина будет, вот он эту годовщину все время вот обмывает. Ведь весь год она, наверное, в стрессе находится после кончины матери. Вот такие причины, можно сказать, у Михаила Олеговича Ефремова. Мы говорили, что вот это вот, как говорится, тюремное заключение, которое для людей устроили, особенно в Москве, оно как пружина вот накапливается там, или как в замкнутом сосуде давление повышается, а потом оно где-то дорванет. Как только вот отпустили пробку, ее мгновенно отпустили, уже вчера буквально, да, и позавчера, ну, сказали-то об этом, и уже за два дня произошло очень множество таких случаев. Ну, а поскольку заряд-то очень большой, вот и стрельба, и много-много случаев, там полицейские отличились, там тоже они там начали убивать людей, все, и даже до Голунова, до этого достали, стали его прессовать вот эти вот похоронные, это мафия, это вооруженная, это мафия, которая его преследует за статью. Ну, в общем, события будут нагнетаться, и где-то вот число к 20-му, оно в 20-му что-то произойдет такое, что повлияет на следующее. Это по графику Пифагора. Мы этот график рассматривали. У нас, значит, предсказание Пифагора, по-моему, есть такой плейлист, где мы рассматриваем все эти графики. На июне, в следующий покажу, на июне, уже после 20-го мы посмотрим, ну, события, конечно, есть сейчас и в Америке, и все, но это события, как говорится, уже запрограммированы, там ничего такого особенного не произошло в Америке, ну, обычное. В Европе, во Франции такое происходит, ну, регулярно, и в Германии происходило регулярно, пока не было этого коронавируса, да. Ну, и плюс того же, сейчас, когда коронавирус-то этот, и они еще сказали, мы подумаем, потому что, может, еще осенью вторую волну запустим, если народ будет опять революционно себя вести. Вот сейчас пробу пера, как говорится, правительство запустит, ну, а там они уже начнут окончательный геноцид, и пустят уже другие формы этих вирусов, если увидят, что Навальный выходит, вот тоже обещал Навальный там 20 какого-то выйти, и другие, значит, ожидают взрыва, и Соловей поет про взрыв осенний, и все такое прочее, ну, деваться некуда, потому что сосуд замкнутый, а давление все время возрастает, ну, и где-то должно прорваться, там, там или там, оно и в плане отдельной семьи, и в плане государства тоже. Вот то, что делается вот у пьяных ефремлян, как мы говорили в Писании-то, да, ненавижу поступки пьяных ефремлян, как опируется в Исходе, да, или как еще там вот написано, прочитать. Еще разок, потому что это очень важно. Горе венку гордости. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку, красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Да, он фактически сидел на вершине, сидит на вершине тучной долины, и здесь он сражен вином, и плюс еще наркотой. Вот такое слава Пифагору, но это уже наследственные, мы видим, что тут уже наследственные черты, они проявляются, все завязано. Влияние мамы, влияние папы, кто был папой, кто был мамой. Если мама, она не послушная была, она сама такую выстроила из жизни. И папа такой был кот, и он родил кота. Ну, о чем тут говорить? Ну, у него тоже у папы три жены было. И там есть еще дочки от первых жен. Всего доброго, до новых встреч. Слава Пифагору!